Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Я полагаю, что давно уже пришло время назрело рассказать вам о витамине В9. Итак, сначала, что это такое, для чего он нужен, а потом, как, какой лучше принимать, откуда его брать, получать. В9 это фолиевая кислота. Не путайте с фолиевой кислотой. Это разные нутриенты. Вместе с витамином В12, В9 напрямую участвуют в образовании красных кровяных телец эритроцитов. Именно В9 поставляет молекулы углерода для продуцирования гемоглобина. Фолиевая кислота является незаменимым компонентом спинномозговой жидкости и обеспечивает работу всей нервной системы и головного и спинного мозга. Дефицит витамина В9 во время беременности приводит к дефектам нервной системы, в том числе трубки плода. Именно благодаря витамину В9 осуществляется хранение и передача генетической информации, поскольку именно он задействован в синтезе нуклеиновых кислот. Более того, для пищеварения он жизненно необходим, ведь без него невозможна выработка соляной кислоты в желудке. Без него невозможен нормальный синтез белков в составе мышц, костей и пуринов, необходимых для формирования клеток и их ядер. А еще благодаря витамину В9 происходит образование гормонов нейромедиаторов, серотонина и норадреналина. Этот витамин оказывает прямое, непосредственное влияние на ваше настроение, на активность, энергию, оптимизм и вообще психоэмоциональный фон. Можно определенно сказать, что именно витамин В9 помогает организму бороться со стрессом. Это однозначно. Я перечислил основные функции и задачи витамина В9 в организме, есть и другие. Каковы симптомы дефицита витамина В9? Тут все логично, поскольку симптомы есть следствие функции витамина В9. На первый план выходит снижение концентрации гемоглобина в крови. Итак, если гемоглобин в крови низкий, здесь два варианта основных. Это паразиты, ну такие как аскорида, например, которые сосут кровь непосредственно, либо прочие виды, и дефицит витамина В9. Внешне это проявляется бледностью кожных покровов, кстати, выпадением волос, ухудшением состояния ногтей, слабость, снижение работоспособности. И, кстати, из-за плохого усвоения белка по причине дефицита витамина В9 человек теряет и не может набрать мышечную массу. А также дефицит сказывается на выносливости. У таких людей очень часто бывают нарушения сна, депрессия, апатия, снижение настроения. А это результат недостаточного синтеза в организме серотонина. Теперь о том, как получить витамин В9, чтобы не было дефицита с тяжкими последствиями. Есть два способа получать из пищи, и второй способ получать в качестве биологически активных добавок. Ну и, собственно, чистого витамина В9. Но тут есть нюансы. Итак, есть и третий способ. Дело в том, что витамин В9 может теоретически синтезироваться благодаря нашей симбиотической кишечной микрофлоре, то есть ЖКТ. Но у большинства людей в наши дни есть проблемы с ЖКТ. Это язвы, гастриты и желудка, и 12-перстной кишки, и синдром раздраженного кишечника. СИБР, то есть синдром избыточно-бактериального роста, различные дисбиозные состояния. Вот всё это мешает усвоению фолиевой кислоты, как получаемой из пищи, так и синтезируемой нашей кишечной микрофлорой. Более того, алкоголь, различные химические добавки в пищу разрушают и не дают усваиваться витамину В9. Поэтому надо приводить ЖКТ в порядок. Это первым делом. Но этим людям, у кого есть любые болезни ЖКТ, жизненно необходимо, поскольку они не смогут получать из пищи, то есть усваивать этот витамин в полной должной мере, принимать необходимо витамин В9 извне. Но только внимание, не синтетически, об этом я чуть далее поясню. Здесь я должен сделать особый акцент. Дело в том, что и детям, подросткам, беременным, кормящим женщинам необходимо увеличенное количество В9 принимать обязательно, дополнительно. Не хватит вам из пищи. Пока растет, формируется нервная система, необходимо принимать дополнительно. Рисковать не стоит. Более того, у кого, не дай бог, онкология, болезни кожи, желудочно-кишечного тракта, необходимо принимать витамин В9 дополнительно, но только не синтетически. Что еще очень важно знать? Термическая обработка, вот внимание, термическая обработка разрушает минимум 90% поступающей с пищи вот этой фолиевой кислоты витамина В9. И поэтому, еще раз говорю, в который раз, в котором видео, необходимо потреблять свежие овощи и зелень. Где больше всего витамина В9? В укропе, петрушке, шпинате. В разной любой зелени. Естественно, в хлореле, спирулине, безусловно. В семенах подсолнуха, абрикосах. В зеленом горошке, но больше всего в зелени. Кстати, как и так необходимого магния, в том числе, в зелени. Она потому и зеленая, что там пигмент хлорофилла, это, собственно, магний дает цвет. Итак, какую пищу есть необходимый, я сказал. О том, что приводить ЖКТ в порядок, жизненно необходимый, я сказал. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю за мой труд и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Но что делать людям здесь и сейчас, у кого есть эти дефицитные состояния, у кого есть эти симптомы, кто не сможет изменить свое здоровье моментально? Необходимо принимать витамин В9 в виде, ну, отдельного монопрепарата. В составе поливитаминов категорически нет. И вообще, вот сейчас я поясню то, что по-хорошему давно уже хотел сделать, до руки не доходили. На фармрынке, во всех аптеках продается исключительно и только синтетическая фолиевая кислота витамин В9. Во-первых, она усваивается организмом не более чем на 10%, а то и меньше. А сейчас, в наши дни, у людей с поломкой фалатного цикла, вот о чем я говорил, с проблемами, связанными с ЖКТ и прочее, вообще не усваивается, то есть ноль на самом деле. Поэтому необходимо применение природной формы, биологически активной формы витамина В9 в виде подъязычного спрея. И такой уникальный витамин В9 создан. Это так называемый фалатол от наших коллег-создателей фульвовой кислоты с различными натуральными добавками. Например, там с цинком, с кремнием и так далее. И вот новый продукт витамин В9 в виде подъязычного спрея. Сейчас я вам о нем подробнее расскажу. И начну с отличий вот этих фалатов, то есть биологически активной формы витамина В9, в отличие от фолиевой кислоты. Фалат попадает в наш организм как дигидрофалат, то есть витамин В9 при натуральном метаболизме слизистой тонкого кишечника, превращаясь в тетрагидрофалат, который участвует в дальнейшем биосинтезе. Фолиевая кислота проходит процесс метилирования в печени и для конвертации в тетрагидрофалат нуждается в специальном энзиме. Дегидрофалат редуктазе. У большинства людей, то есть практически у всех, у кого есть проблемы с ЖКТ, в организме недостаточно этого энзима, у тех людей, у кого проблемы с печенью. А те люди, которые принимают синтетическую фолиевую кислоту, у них растет в крови неметаболизированная фолиевая кислота. А к чему приводит ее излишняя концентрация? А она увеличивает риски развития злокачественных опухолей. Ее высокие концентрации приводят к анемии и к другим проблемам. Что же делать? Выход есть. Теперь в наши дни есть. Это фолатол, то есть метилфолат витамина В9. Это самая биологически активная форма фолата. Метилфолат, входящий в состав данного спрея, снижает риск рождения ребенка с дефектами головного и спинного мозга. Он полностью усваивается у любого человека с любыми проблемами со здоровьем. Он будет точно участвовать в синтезе РНК и ДНК. Он снизит уровень тревоги и депрессии. Он простимулирует производство красных кровяных телец костным мозгом, сборку гемоглобина. Он повысит умственную активность и у ребенка, и у старика. Более того, он восстановит слизистые оболочки ЖКТ. Он укрепит нервную систему. Простимулирует выработку серотонина гормона радости. Он повысит вашу умственную активность, улучшит память, внимание. Он нормализует работу кровеносной системы. И это еще и профилактика сердечно-сосудистых болезней и тромбозов. Он просто необходим тем людям, у кого есть варикозное расширение вены и тромбофлебит, а также тем, у кого густая кровь. Более того, он еще нормализует менструальный цикл. Итак, форма выпуска. Жидкий, с дозатором во флаконе, концентрат. 30 мл, никакой химии. Взрослым людям вполне достаточно. 4 нажатия дозатора, это примерно 0,4 мл, подъязычно, один раз в день после еды. Скажем, после завтрака, можно после обеда. Беременным, кормящим женщинам. Принимать, конечно, по рекомендации, надо сказать, под наблюдением врача. До двух раз в день, таким же образом. Продолжительность приема месяц, потом, недели две перерыв и далее. Еще раз, одно нажатие, один пшик, это 25% суточной дозы для взрослого человека. Таким образом, одного флакона в среднем хватит на 2 месяца для беременной женщины, кормящей на 1 месяц. Для ребенка, в зависимости от возраста, на 3-4 месяца. Подробнее читайте прямо под товаром информацию, ссылку на приобретение именно данного фалата, витамина В9. Я оставлю прямо под этим видео. Хочу напомнить, что из данной линейки есть следующие продукты. Экстракт артишока, необходимый для здоровья почек и не только. Чистый артишок, подчеркиваю, прочтите, не поленитесь. Потом, фульват, то есть фулевовая кислота. О ней видео обязательно посмотрите, если еще не видели о фулевовой кислоте. Так вот, фулеват плюс кремний, фулеват плюс магний, фулеват плюс цинк, фулеват плюс фалат, то есть природный витамин В9. Да, он есть в жидком виде, но кому-то в виде спрея будет гораздо удобнее. По сути, есть два варианта. Можно взять чистый фалат, о котором только что я рассказал, в виде спрея. А можно совместно с фулевовой кислотой. И уже тогда пить его, ну там другие единицы измерения. Это вы прочтете под товаром. Также есть зооол, уникальная добавка для любых животных. Ну и есть еще одно уникальное биоудобрение, стимулятор роста для растений. На основе фулевовый и гуминовый кислот. Ссылку на этот раздел я тоже оставлю вам прямо под этим видео. А еще я вам советую посмотреть раздел про липосомальные нутриенты. Ссылки все необходимые я оставил вам под этим видео. Смотрите мои видео, о которых я говорил. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира. От Грузии и Казахстана до США и Германии. Подпишитесь на мой данный канал, нажмите под ним на слово подписаться, вот на это. Далее нажмите на колокольчик, то есть уведомления и выберите все видео. Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Если вы уже были подписаны на мой канал, но уведомления вам не приходили, то отпишитесь вот тут и подпишитесь сразу заново. Эта процедура устранит ошибки, скажем так, Ютуба. Прошу написать под это видео свои комментарии и переслать ссылку на это мое видео своим знакомым, коллегам, родственникам. Всем, кто вам дорог. Поделитесь этим видео в соцсетях, может быть мы вместе поможем наконец-то людям стать здоровыми и активными. Ну и конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!